Более трех тысяч человек в зрительном зале, свыше тысячи участников. Так масштабно, ярко и феерично проходил в Бресте фестиваль «Миллениум» в прошлом году. Этой весной он вновь придет в наш город, чтобы зажечь новые имена, вдохновить, объединить множество людей из разных стран и подарить Брещанам праздник. Об этом рассказали его организаторы в рамках пресс-конференции. Творческих гостей форум музыки и художественного слова будет встречать с 17 по 21 апреля. А старт приема заявок был дан накануне. Этот раз конкурс творчества решено провести под эгидой молодежной столицы. В этом году очень много конкурсантов из разных стран мира собираются к нам приехать. Чуть-чуть послабились вот эти все вопросы ковидные, вроде бы и геополитические вопросы. Как-то мы уже к ним привыкли и все поняли, что у нас не так страшно, как все рассказывали. И, скорее всего, надеюсь, что много стран в этом году мы сможем собрать. И мы проводим очень-очень большую работу и акцент в этом году делаем на этом. По традиции в фестивале будет пять номинаций. Это вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и изобразительное творчество. Куда бы вы ни пришли, театральное, инструментальное, вокальное. Действительно, ты приходишь как будто на настоящий концерт. Заряжаешься замечательной атмосферой. Фестиваль будет насыщенной и яркой концертной программой открытия, в рамках которого сольная программа выступит заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Олешко. Самое главное, безусловно, то, что заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Олешко даст нам в спорткомплексе «Виктория» свой сольный концерт, который под названием «Настоящий золот». Поэтому, безусловно, мы опять рассчитываем, что это будет полный зрительский зал людей, который пройдет для наших жителей города Бреста. Поркомитетом принято решение о введении дополнительной номинации «Патриотической», в которой будут представлены творческие коллективы, работающие именно в этих направлениях. Конкурс несет за собой не только определенное развлечение и поиск таланта, но и несет за собой тоже вовлечение нашей молодежи именно в прошлую историю нашего государства, чтобы наши ребята действительно помнили и знали. Помимо представителей СМИ в пресс-конференции участие приняла юная и талантливая брещанка Елизавета Цуприк. Девушка не раз принимала участие в фестивале «Миллениум», где оказывалась в числе победителей. Сегодня Елизавета готовится представить Брест на Славянском базаре. В прошлом году я участвовала на конкурсе «Миллениум». Я прошла финал в галоконцерт, я участвовала в галоконцерте, и на самом деле участие в галоконцерте это было самое интересное на конкурсе, потому что, я уже не раз повторюсь, сам галоконцерт это была маленькая возможность исполнить мою мечту, выступить на огромной сцене перед тысячей или миллионами зрителей. Этот трепет и волнение перед выступлением на самом деле для меня было самое важное, и такое удовольствие я получила, выступая на той сцене, и увидев, какая площадка будет в этом году, я думаю, что я обязательно должна на ней выступить. Волнение присутствует, потому что это очень большая ответственность, многие на меня рассчитывают, и я очень надеюсь, что я их не подведу, и я не надеюсь, я знаю, что я их не подведу. Анастасия Мелешкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, телекомпания «Буктовая».